Сегодня годовщина самой страшной техногенной аварии в истории человечества. 35 лет назад Чернобыльская катастрофа оставила незаживающую рану на сердце единой тогда еще страны. Радиоактивный пожар на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС выбросил в атмосферу смертельно опасные частицы, которые находили потом по всему северному полушарию. Оценить в полной мере последствия этой трагедии невозможно до сих пор. Припять сейчас город-призрак, а след на судьбу к тех, кто оказался на пути радиоактивной волны, остался на десятилетие. Не часто его надеваете, да, сейчас уже? Нет, не часто. Звон медалей, словно эхо войны с радиационной катастрофой. Николай Тараканов первый человек, который после гибели пожарных поднялся на крышу Чернобыльского энергоблока, усыпанную графитом. Он, генерал-майор, сам делал замеры, а потом лично инструктировал каждую группу ликвидаторов. Тысячи бойцов шли навстречу смертельной опасности по его следам. Я спрашиваю, кто не согласен, прожил выходить из строя. Из присутствующих гвардейцев, не желающих идти на выполнение задачи, есть? Нет. Ни одного выхода не было никогда. Потом я... То есть никто не ушел? Никто не ушел. В прямом смысле гонка на выживание. Нужно было как можно скорее сбросить в жерло реактора. Точнее, того, что от него осталось радиоактивную массу. После прошедших дождей еще более опасную для всего живого. Там очень большие уровни радиоактивного излучения, и поэтому туда подойти крайне тяжело. Сперва там работали роботы, потом техника отказала. Вся. Так на крыше и оказался генерал Тараканов со своими бойцами. Вчера мы выбросили 19,3 тонны графика. 19,3 тонны. Документальные съемки, как хроника с передовой. Всего полторы минуты, а жизнь никогда не будет прежней. У тех, кто лопатами, а иногда и руками укращал, уже не казавшийся мирным атом. Это потом выяснится, что радиоактивность оценивалась в десятки раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке. В этом районе раппорт лежат блоки. Понятно? Квадратные такие блоки весом примерно по 40, по 50 килограмм. Норма на солдат. Четыре блока. Четыре блока надо взять, вот им видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. Многих из тех солдат и курсантов он помнит по фамилиям и не может забыть. Ушедших трагически рано. То, что руководил, и они выполнили этот долг, то есть их где-то, я вас не уберег, простите меня. Он не в силах заглушить и другую нестерпимую боль. Последствия лучевой болезни. Раз в несколько лет проходит сложный курс лечения. За свой счет. У меня даже не зажила эта рана. Вот она, видите. Открытая рана на теле нескольких государств до сих пор не затянулась. Разные дозы радиации получили ликвидаторы аварии, медики, жители Припяти, прилегающих районов. Точно неизвестно, сколько тысяч жизней за минувшие годы оборвалось из-за последствий облучения. Но каждый год близкие и родственники приходят к мемориалу на Митинском кладбище в Москве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мои друзья, муж, все близкие люди, которых уже нет. И мы всегда будем помнить. Пока украинские власти вынашивают планы сделать из зоны отчуждения туристический кластер и отчитываются о ежегодном потоке в 70 тысяч гостей, на самой отравленной земле остаются около 200 таких жителей. Евгений Маркевич до аварии работал здесь учителем и не смог навсегда покинуть родной дом, где и сейчас дозиметры зашкаливают. Конечно, обязательно где-то ты лишнее прихватишь, что-то сделаешь не так. Но, тем не менее, ты себя частично обезопасишь. Счастье большое, что дома живешь. И грустно, что не так, как обычно, как привычно было. Теперь эти леса из-за отсутствия человека стали привычным местом обитания для диких животных. И извиняющую тишину еще не одно десятилетие будет разрезать разве что пение птиц. Иван Прозоров, Георгий Лисашвили, Надежда Каширская, Екатерина Харяка, Дмитрий Матюшин, Первый канал. Продолжение следует...